Около 500 жителей Брянки по льготной очереди воспользовались услугой бесплатного зубопротезирования. Это одна из востребованных и дорогостоящих процедур. И на платной основе доступна она далеко не каждому, поэтому в 2018 году жителям, у которых есть определенные льготы, эту услугу начали оказывать бесплатно. В Брянке такую помощь людям предоставляют в городской стоматологии. Подробности далее. Ежедневно стоматолог-ортопед Брянковской поликлиники принимает около 20 пациентов. Сюда за помощью обращаются люди, которым необходимо изготовить зубные протезы разного вида. Льготным категориям граждан эту услугу оказывают бесплатно. Людей принимают по общей и льготной очередям. В льготной очереди находятся ветераны войны, ветераны всех видов войны, афганцы, чернобыльцы, доноры. Вот это льготная категория. Это вне очередники. Он пришел, если у него рот готов, то мы его сразу берем. Сначала врач определяет, какой вид протезирования необходим. Следующим этапом является заполнение документации. Пациент пишет соответствующее заявление и предоставляет пакет документов. В их числе удостоверение, подтверждающее льготный статус. Выделяется 6 тысяч рублей на протезирование. То есть это для наших пенсионеров. Это очень хорошая помощь. Он может становиться на очередь один раз в два года. Если это общая очередь, да, люди ждут до года. Если это у нас идет вне очереди, они не ждут так долго. Они сразу приходят, мы берем их, протезируем. При осмотре ротовой полости врач-ортопед снимает слепки с челюсти и передает их в лабораторию, которая находится в этой же поликлинике. Здесь отливают необходимые модели и по ним техники изготавливают протезы. Все изделия моделируют вручную, учитывая индивидуальные особенности пациентов. Светлана Иванова в этой сфере работает уже 36 лет. Самое сложное, это чтобы угодить пациенту. Чтобы пациент ушел с красивой улыбкой и с прекрасным настроением. Мы делаем и коронки, и съемные протезы, и пластмассовые коронки, и починки. Починки делаем ежедневно. Помимо протезирования в поликлинике оказывают услуги еще по нескольким направлениям. Работает пять отделений, в их числе хирургическое и детское. Каждая из них стараются оборудовать новой современной техникой. В довоенный период врачам приходилось использовать аппараты, которые давно устарели. А на приобретение новых денег не хватало. Финансирование было минимальным. Считайте, в плачевном состоянии были до 2014 года. С 2014 года мы начали приобретать немножко мелкие инструментарии. Автоклав новый приобрели. Новые сушильные шкафы нам выделили. Мы писали заявки, Минздрав рассматривал это. И потихоньку, как и другим поликлиникам, выделяли и нам. Сегодня материальную базу продолжают укреплять и обновлять. Стараются сделать все, чтобы врачам было комфортно работать и лечить пациентов. Алена Бакуменко, Роман Майский, Вести, Луганск, 24.